Сколько же у нас себестоимости будет все расти или наоборот падать? Я посмотрю, там гречка хорошо упала. Да, передаю тебе микрофон. Мы, соответственно, построим таким образом разговор. Сейчас смотрим, что у нас получается по первой презентации. Если время остается, у нас еще кофе. Все кофе, да. Так что бонус трек. Попробуем. Только кофе в другой папке теперь. Сейчас будем перемещать. Хорошо. Начинаем с первой презентации. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Наталья, спасибо большое за приглашение. По-моему, я в третий или четвертый раз здесь выступаю. Надеюсь, что будем дальше. Ну что, был запрос проснуться. Ну что, проснемся. Потому что ничто так не бодрит, как первое, цифры. Второе, грустные факты. Для тех, кто меня не знает, помогайте мне. Ага, мне не надо так быстро помогать. Верните, пожалуйста. Для тех, кто меня не знает. PetroFight Consulting. Консалтингом в АПК мы занимаемся 8,5 лет. За это время мы привлекли 15 миллиардов проектного финансирования. Молочка – это наш ключевой рынок. Но растеневодство у нас развивается. Сейчас у меня в разработке проект «Пальну». Поэтому и этот рынок мы активно тоже продвигаем. Вот этого вы о нас не знали. Мы работаем не только с аналитикой, потому что многие наши компании знают именно как аналитическое агентство. Мы занимаемся брендингом и девиз нашей компании – от аналитики к брендам. Потому что мало сделать красивую упаковку, нужно ее сделать правильно, чтобы она взлетела, развивалась. И, соответственно, этим мы занимаемся. Кто имеет отношение к молочной отрасли или вообще интересуется, что происходит, я вхожу в совет Клуба маркетологов молочной отрасли. Соответственно, я являюсь руководителем конкурса «Московское качество» в категории «Молоко и молочная продукция». Минутка, реклама закончена. Итак, поехали. Что же у нас вообще происходит на агропромышленном рынке? И вот здесь, правда, стоит реально проснуться. Почему? Потому что мы посчитали, насколько наш АПК зависит от импорта. И на самом деле цифры не очень хорошие. Если мы говорим об оборудовании в целом, то это достаточно высокий процент, это более половины. Если мы говорим об именном животноводстве, то там такая же примерная история. И мы с вами хорошо знаем, что есть направления, в которых все это приближается к 50%. После гостехники, вот знаете, очень тоже интересный момент. Иногда коллеги говорят, слушайте, ну 50% же техники мы сами производим. Коллеги, не 50% техники, а 50% комплексующий от этой техники. Соответственно, как мы хорошо знаем, двигатели мы сами не производим, платформы мы сами не производим. Соответственно, хорошо мы понимаем, не хватает одного пинтика. Соответственно, до свидания. С точки зрения семенного фонда здесь тоже все сложно. И какие основные у нас проблемы? У нас сложности в отечественном семеноводстве. Не только с точки зрения объемов производства. Ну и, конечно же, с точки зрения урожайности. И не только. Но еще и с точки зрения технологии выращивания. Потому что, на мой взгляд, это самая большая проблема. Называется она непредсказуемость. То есть я очень хорошо отношусь к импорт-отмещению, чтобы мы все понимали. Вот не просто хорошо, а очень хорошо. Но есть проблема. Когда у нас определенное количество тысяч гипсан, и нам предлагает Министерство сельского хозяйства засеять это новой культурой, и там мы не очень хорошо понимаем, что у нас с ЭЖРами, сколько нам чего сыпать, да, и как вообще культура себя повезет, то мы в итоге предлагаем бизнесу, по сути, заплатить за наш эксперимент. И вот в этой части я полагаю, что нас ждут достаточно серьезные проблемы. Единственное, что нас сейчас спасает, вы можете меня спросить, а почему же, Марина Дмитриевна, у нас не успела несчастливое наше будущее в предыдущие два года? Ну, мы же два года как-то пережили, да, в условиях санкции. Но здесь есть, коллеги, два момента, и они достаточно сложные. А сложности заключаются в следующем. Первое. Сельское хозяйство обладает инертностью, и инертность это в несколько лет, обычно 2-3 года. Ну, вот два мы прожили. А второй момент, что каждая отрасль еще обладает цикличностью. И это тоже обычная пригода. Я вот на примере своего любимого молока вам сейчас это продемонстрирую. Соответственно, вот эта высокая импортная составляющая, я даже при условии разрешенного импорта, по сути закладываю нам мины замедленного действия. И вот здесь мы можем говорить о том, что, например, сложности были в январе с оплатами сиской, были. Сейчас как повлияют вторичные санкции в Китае? Ну, как бы сложно повлиять, да? И вот эти все моменты, они будут влиять на наши конкретные рынки. И вот сегодня у меня достаточно сложная задача прогнозировать точно, насколько повысится цена, понизится цена, да, что будет с урожайностью. Сегодня, правда, сложно. Я построю свое выступление следующим образом. Я буду называть, какие факторы будут влиять на каждый рынок. Потому что здесь вот точность, она, ну, правда, для меня сегодня сложна. По какой причине? А потому что запреты и госрегулирование оказывают более сильное влияние, чем все остальные факторы вместе взятые. Ну что, поехали. Молоко. Соответственно, как вы помните, в прошлом году у нас было резкое снижение цены на молоко-сырье. С одной стороны, этот фактор был, кстати, прогнозируемый. Почему? А потому что в предыдущие три года у нас был регулярный рост цен на молоко-сырье. У нас росло сухое молоко, у нас очень сильно росло сыворотка, сильное, соответственно, конечно же, и сливочное масло, да? Но что произошло? Произошло определенным образом и насыщение, и открылись много-много производства. Конечно же, как всегда, кризис начался, естественно, с мировых цен, и цена на сухое молоко спилотировалась, спилотировала все остальное. Как отреагировала российская молочная отрасль? Знаете, прогнозируемо. Конечно, по осени у нас снизилось поголовье. Ну, то есть, знаете, как это, как я говорю, на фронтах здесь перемен. На самом деле, это очень плохая история от детей, почему? Потому что, напоминаю, что там зависимость от племеного то животноводство высокая. И есть такой момент, например, Германия изобретила, допустим, войск, Галштейн. Ну, так по мелочи. Да, Германия не основная страна. Да, 13%, да, немного, да, недорого, да? Но, тем не менее, все это будет сказываться на себестоимости, да? И как я люблю говорить, что в каком фильме, кто такой же старый я, как и я помнит, что может быть корова без молока, но не может быть молока без коровы. И если мы говорим о продуктивности, растет ли она? Конечно, растет. Но продуктивность должна в два раза быть выше в сельхозорганизациях, чтобы мы хоть как-то справлялись с этой ситуацией. Соответственно, да, у нас остается инерционное развитие с точки зрения сырого молока. Но, что мы можем сказать? В связи с тем, что у нас сельхоз сейчас, с этого года, не будет компенсировать капексы на строительство ферм менее тысячи голов, то есть некрупные фермы, соответственно, постепенно они будут приходить в нерабочем состоянии и с определенными параметрами молока. Как мы понимаем, соответственно, что будет происходить? Все-таки будет происходить общее снижение объема производства. Все это будет сказываться, конечно, с нефильмом. Но, по сути, после вот этого ралли, мы сгнасилием также рост с нефильмом. Почему? Сюда же у нас идут карманы, сюда же у нас идут плотности с техникой, сюда же СЖР. Вот это все сюда. Я напоминаю, это вот, не дай бог вы забыли, что ключевая ставка у нас 16%. Соответственно, 2% кредитов нету. У меня тут клиент говорит, слушайте, ну а раньше же можно было по 2%. Я говорю, ну это, знаете, как это, вчера было, вчера было, но по 3%, да, сегодня, маленький и по 5%, да. Я говорю, коллеги, нет, нет. И мы еще умрем за доказывать банку о том, что мы будем эффективны. Если мы говорим о том, как ситуация сказывалась на сонечных продуктах, да. Ну, смотрите, питьевое молоко. Питьевое молоко росло по нескольким причинам. Первое, это базовый продукт, который, несмотря на все программы Малышевой, все-таки растет и развивается. И здесь вот Наталья сказала, что возможно будет бонус-трек, да, кофе. Вот. Как раз кофе тоже является драйвером развития рынка молока. Почему? Потому что, немножко спойлер, санкции сказываются на этом рынке. Качество самого зерна. Мы просто рынком кофе занимаемся 5 лет. Тоже, если не интересует, обращайтесь, есть профиль фаст-фан-фаста и вообще-то сложности, которые с этим рынком и производством связаны. Так вот, молоко является очень хорошим нейтрализатором вот этого не очень вкусного кофе. Да, вот я вижу, на первых редактивают, да. соответственно, да, потому что доля рабочая, она, соответственно, как бы вызывает сопротивление, а молоко не производит его, да. Соответственно, цена на молоко, она практически не менялась. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что принципиального роста цен на питьевое молоко мы не прогнозируем. Вот здесь я могу сказать с уверенностью, почему государство будет просто принимать все возможные и невозможные действия, чтобы блокировать эту историю. Для производителя это ключевой продукт очень часто в балансе. Соответственно, они не смогут рисковать этими объемами. Если мы говорим о сливочном масле, да, у нас продолжается рост. Я могу вам сказать, что вот с точки зрения, опять же, пары с сухое молоко масла, вот здесь происходит такой очень сложный процесс. Сухое молоко у нас снижается в цене, да, а масло все-таки остается. И получается, что, в общем-то, масло-то выгодно продавать, да, но куда же нам сухое молоко девать, да. И вот в этом состоянии, по сути, производители балансируют, да. Но вообще цена на жиры и деревья остается достаточно стабильной, и мы все-таки прогнозируем, что вот сливочное масло будет также подрастать. несмотря вот на то, что я сказала про сухое молоко. Сыр. Сыр – один из моих любимых рынков. Здесь мы можем сказать, что мы вошли в стадию, когда достаточно большое количество заводов построено, проведена модернизация. И вот обращаю ваше внимание, что рост объемов-то достаточно существенный за последний год, да, а цена не настолько интересная. И вот давайте посмотрим здесь немножко постоим, почему. Вы меня спросите, присутствуют ли так называемые переобутые фирмаренды? Присутствуют, не буду скрывать, да. Соответственно, это осложняет ситуацию, осложняет, безусловно. Но есть еще такой момент. Мы проводим опросы и спрашиваем употребителей, а сколько вы бы хотели, чтобы считаете справедливой цену на стыд? Ну, стыд настоящий, да. Будьте удивлены, что четыре года назад люди говорили до тысячи рублей. Что сегодня? Но мы же с вами понимаем, что сыр в килограмм до тысячи рублей качественно хороший быть не может. Просто не может. Соответственно, что у нас происходит на рынке? На рынке у нас происходит очень много всякого разного сыра, как я говорю, очень такого сложного качества с точки зрения созревания, технологии. Он настоящий, он хороший, да. Он не вкусный, все классно, он не вкусный. Более того, если мы говорим о сыре, который востребован для нарезки евроблоков, здесь тоже Россия в этом смысле существенным образом отстает от Белоруссии, от наших соседей. Но стоит сказать, что мы приусели в мягких сырах, в растойных сырах, в плавленных сырах, здесь мы молодцы. И я могу сказать, что в общем-то даже твердые сыры, не сверхтвердые, а твердые, появляются уже достойного качества. И вот я полагаю, что дальше развернется история в сырах в нескольких направлениях. Либо это производство будет для последующей нарезки качественного сыра и для индустриела, либо это сыр будет с брендом для конечного потребителя, причем с такими хорошими качественными параметрами, либо это будет прочая всякая фигня, не отражает ширину нашего ассортимента. Вот это будет подвал 80%. Вот это я полагаю, что в ближайшие два года нас ждет, пока по сути сырный рынок немножко не стабилизируется и немножко не осознает, что очень важно производить все-таки качественный действительно сыр. Соответственно, ну и наши любимые сырные продукты. Смотрите, что произошло. Все-таки затормозилось развитие сырных продуктов, но я обращаю ваше внимание, и цена на них все-таки снизилась. Именно на честные сырные продукты, которые вот прям честные. но дело устроится в том, что порядка 6% все-таки мы оцениваем то, что переобувается в сыр. Если мы говорим о хорике и о пиццерине, то все-таки там мы тоже понимаем с вами, что в большей степени это сырные продукты. Иногда они честные, иногда они не честные. как бы отдельная история. Вот, но я могу сказать в поддержку, эти сырные продукты востребованы в хорике по очень простым причинам, потому что они прогнозируемо ведут себя при температурной обработке. Поэтому единственный момент, что нам необходимо для развития хорошего, скажем так, грамотного сыроделия понимание то, как используется сыр. Вот этого немножко, на мой взгляд, не хватает российским сыроделам. Ну что, немножко пройдемся по естественным консервантам соли и сахара. Значит, здесь не будет так интересно, да, за исключением, наверное, сахара. Давайте с него начнем. Смотрите, в чем печальная история в том, что мы же по граблям походим не только по молоке, но и сахаре, опять у нас достаточно высокие параметры по производству и, как всегда, самая низкая цена. Почему это все приводит? Зависимость, напоминаю, зависимость от семян сахарной и свеклы 98%. Даже если 96%, знаете, как бы нас это сильно не спасает. Соответственно, мы с вами понимаем, что будет происходить дальше, как обычно. Посевные площади будут сокращены. Если они не будут сокращены вот сегодня, потому что вопрос такой достаточно серьезный, он решался все-таки в прошлом году, соответственно, то через год мы увидим опять с вами рост. какой закон готовит у нас минсельхоз. До 31 августа у нас будет запрещен экспорт сахара. То, что уже известно, я буду говорить. Поэтому, в общем-то, по сахару на этот год мы не прогнозируем резкого роста. Но вторая половина года может сыграть с нами здесь не шутку. Соответственно, по соли мы увидели с вами, ну понятно, что с точки зрения именно глобального применения здесь мы понимаем, что в структуре себестоимости соль все-таки в немногих отраслях играет важную роль, но тем не менее мы видим рост очень сильный по цене и снижение производства. По соли понятно, что это отдельное такое государство в государстве, да, я позволю себе не комментировать, у меня там просто пара письма от фаз уже здесь, вот меня уже обвиняли в манипуляции рынка, вот, я не хочу третий, поймите меня правильно. Смотрите, по подсолнечному маслу давайте немножко поговорим, смотрите, здесь это тот рынок, который ориентирован на экспорт, это то направление, которое, скажем так, получается, да, если мы говорим об экспортной составляющей, то это плюс 31% в 23-м году к 22-му, экспорт будет расти, и, смотрите, у нас было все хорошо в 22-м и 23-м году с урожайностью, отличным, и ключевые экспортные поставки у нас остаются Китай, Индия и Турция. Смотрите, вот на этот рынок, вот что будет влиять, да, обратите внимание, будет влиять все-таки, будет государство вмешиваться или не будет, потому что любое вмешательство государства с точки зрения запрета и экспорта коренным образом преобразует естественно рынок, то есть как только у нас запрет, понятно, что у нас цена вниз, но мы с вами помним, да, что даже если в этом году там все это случится, мы даже с вами должны помнить, что через год у нас, как обычно, знаете, знаете, вот схема, к сожалению, вот здесь, она, вроде как понятная, простая, да, ну, я не знаю, это не все, вот вам точно это понятная, простая, а, но вот почему-то на, в определенных кабинетах нет понимания того, что к отрасли, ну, как от века в целом, так и к конкретной отрасли нужно подходить целостно, нельзя вот решать это тактически, да, потому что мы проблемы не решаем таким образом, мы их просто вот, ну, скажем так, локализуем, да, но не более того, соответственно, если мы говорим о производстве луки, то здесь, у нас с вами, несмотря на все рекорды, да, опять же, борт по урожайности, то самый запрет экспорта, сложности, все, которые с этим существуют, контроль, опять же, он по сути не дает нам поднять цену, а сибирсомис, на самом деле растет, то есть я, да, и вот это вот очень тоже очень плохая история в Зерновых, она настолько, скажем так, имеет последствия, да, почему, потому что как раз у, скажем так, среднего и малых форм хозяйствования вот в этом году начнутся более серьезные проблемы связанные с фельдхозтехникой, как раз с ней, и мы с вами тоже хорошо знаем, а у кого инженерное образование, поднимите руки, вот мы еще меня, поднимите, поднимите, нет, хорошо, значит, смотрите, проблема выключается в чем, как в оборудовании, так в фельдхозтехнике, если мы не меняем вовремя условно деталь, если условное ТО мы вовремя не проходим, то идет полная балансировка, и вот здесь в какой момент это наступит, не знаю, что называется никто, но обычно это назревается в посудной уборочке, смотрите, какие факторы еще повлияют, конечно же, это цена на ГСМ, я не помню за свои 23 года ни одну посевную уборочную, когда у нас цена на ГСМ шла вниз, если вы помните, скажите мне, не разу, вы, наверное, знаете о той ситуации как бы с НБЗ, ну, мы каждое утро открываем новости, да, и видим, и уже потихонечку сейчас автогаз начала расти, и я полагаю, что через месяц мы увидим совершенно другие цифры, именно вот это, этот фактор, он станет себестоимостью, понимаете, по всей цепочке, начиная от кормов, да, и до доставки в магазин, ну, честно скажу, мы еще не считали вклад, но мне страшно даже начинать считать, потому что мы понимаем, что минимум, допустим, если мы уберем инфляцию, минимум это будет 10%, себестоимости, подчеркну, себестоимости, ну, вот сложных продуктов, да, таких как там молоко, например, тоже мясо, опять же, вот, начиная от кормы, да, если посчитать. Рис и гречка, смотрите, если, что у нас происходит, да, опять же, по РИСу у нас было снижение посевов в 20-м, 21-м и 22-х годах, после чего, как вы помните, также правительство было запрет на экспорт, соответственно, этот запрет действует точно до середины 24-го года, соответственно, мы поэтому не видим, такого роста резкого цен, но стоит сказать, что посевные площади все-таки в 23-м установлен, соответственно, а при вот таком текущем регулировании, мы полагаем, что если будет, ну, опять же, рост цен, он будет связан с этой темой себестоимости, но не с дополнительными факторами, пари, да, если мы говорим по гречке, да, то у нас при условии того, что урожайность у нас сохраняется по гречке, у нас с вами идет рост посевных площадей практически на 15%, да, и мы с вами видим, что очень низкая цена, соответственно, я думаю, что мы все знаем, знаете, как это, вы сейчас мне ответите, что будет, да, то, что называется, вот, мы все таки полагаем, что будет восстановление цены, потому что мы понимаем, что цена действительно такая заниженная, и производители всегда потом регулируют естественно пассивные площади. Мясо. Смотрите, наверное, мы в конец прошлого года, я не знаю, как вы, но я два месяца скомментировала, что было на разбиве, столовое яйцо, вот, когда мне звонила очередная радиостанция, я говорю, что, яйца? Он говорит, да. Вот, смотрите, и вот перед тем, как мы поговорим про мясо, давайте немножко тоже коснемся столового яйца. Есть определенная сложность. как раз если мы говорим... Заканчиваем? А это последний слайд, Наталь. Как это? У нас не только прогнозы бывают, мы еще и в тайминге. Значит, смотрите, по столовому яйцу это накопившиеся проблемы. Накопившиеся проблемы, которые были в течение 5 лет. Ну, по сути, вот мы наблюдали личные три. Почему я говорю именно перед этим слайдом, потому что в общем-то очень многие коллеги, я в том числе, полагаю, что следующими кризисами у нас будет весной и молочной. Ну, не потому, что они следующие в очереди, потому что они некоторым образом похожи по зависимости от импорта, прежде всего, оборудования, соответственно, самую часть импульсионного яйца, потому что решение проблематики не наступило по сути. И несмотря на то, что, допустим, по той же птице с ними, у нас очень хорошие показатели, у нас открытый экспорт, да, вот здесь, опять же, цена будет зависеть в том числе от регулятора. То есть при еще очередном скачке цен может быть за грех экспорт и, соответственно, снижена цена, но я не вижу, скажем так, предпосылок к сильному росту цен, допустим, на мясо птицы и на свинину, вот, допустим, на говядину, все-таки вижу. И если мы говорим, опять же, о говядине, да, то все-таки это более дорогое мясо. И если мы говорим о том, как потребители экономят, то в структуре потребления доля птицы, доля курицы преобладает свинина, а развивается также в ситуации, когда доступная цена. И вот здесь, смотрите, на что бы я вам предложила вот тоже обратить внимание, когда мы будем вот ситуационно анализировать ситуацию, ну, вообще, рынки, да, это что у нас происходит в целом со ключевой ставкой, соответственно, и с дальнейшими кредитами, первое, второе, с запретами, и, конечно же, насколько сильно у нас идет изменение спроса внутри именно каждой категории, потому что мы понимаем, что, несмотря на то, что существует гипотеза о росте реальных доходов населения, я не могу с этим согласиться, да, то есть я могу согласиться с тем, что часть целевой аудитории, да, у них доходность возрастает, но если мы говорим в целом, если мы смотрим реальные доходы, если мы смотрим на себя, этого не происходит, поэтому, собственно говоря, ответ на вопрос, почему растут готовые продукты, почему растет кулинария, а по сути рынок идет туда и с точки зрения производителей и с точки зрения потребителей, потому что это работающее население, которое хочет и может работать еще, но, естественно, доля готовой еды, которую он потребляет, будет расти, поэтому вот здесь вот эти факторы сходятся, и по сути ситуация такая сложная на сырьевых рынках, она будет подталкивать и производителей к тому, чтобы сделать продукцию соответствующими требованиями, которые нужны по сути индустрии, фабрику, кухни и так далее. Ну что, спасибо за внимание, я надеюсь, вы точно проснулись, да, проснулись же все-таки, вот, спасибо. Спасибо. Да, организационные моменты сразу же сейчас, все-таки кофе оставляем для передачи по ссылке, небольшая будет такая презентация для того, чтобы, еще раз аплодисменты, один вопрос есть. sorry. День happen still если меня только если большая assurance, sinn,